Добрый вечер, в эфире Вести Карачева-Черкесия. Что в будущем улучшит транспортную доступность курорта. Кроме того, речь шла о реализации задачи по сдаче в эксплуатацию в текущем году незавершенных объектов инфраструктуры и газоснабжения Архыза. Сегодня в России День Учителя. Уважаемых педагогов, работников образовательных учреждений, ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником поздравляет глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов. Невозможно переоценить ваш вклад в образование и воспитание молодого поколения, формирование ценностей и знаний учащихся, которые безусловно способствуют развитию общества и государства. Уверены, благодаря опыту и профессионализму наших педагогов, образовательные учреждения республики продолжат преуспевать и успешно развиваться. А власти Карачева-Черкесии всегда готовы поддержать учителей и образовательные учреждения в их работе и стремлении к достижению новых высот. Дорогие наши учителя, благодарим вас за добросовестный труд, социальную ответственность и любовь к нашим детям. Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, умных и талантливых учеников. Говорится в поздравлении главы республики. Поздравляли и награждали учителей на торжественном мероприятии в Доме культуры поселка Кавказский. О людях важной и нужной профессии расскажет Дарья Тендит. В зрительном зале собрались ветераны педагогического труда, учителя, воспитатели детских садов и школьники. С профессиональным праздником присутствующих поздравил заместитель председателя правительства Карачаева-Черкесии Джанибек Суюнов. Труд учителя не только один из самых благородных, созидательных и творческих, но и один из самых ответственных. Ведь вам доверяет самое ценное, что есть у родителей детей. И вы каждому уделяете внимание, прикладывая все старания и умения. Любое образовательное учреждение – это не столько источник знаний для ребят, сколько второй дом, где они призваны научиться распознавать добро и зло. Официальные поздравления сменялись душевными словами, подкрепляясь прекрасными музыкальными номерами артистов Прикубанского района. Со сцены звучали слова благодарности и признательности педагогам, которые всю свою жизнь отдали этому благородному делу – учить детей. С приветственным и поздравительным словом к присутствующим обратилась министр образования и науки Инна Кравченко. В этот день я хочу сказать вам особые слова благодарности за ту работу, которую вы делаете ежедневно. За любовь и внимание к детям. За то, что вы сегодня остаетесь в наших рядах. Низкий поклон. Еще раз с праздником. С Днем Учителя. Труд педагога требует не только больших знаний, но и душевных сил, выдержки. В честь Дня Учителя лучших преподавателей наградили почетными грамотами и вручили нагрудные знаки. Учитель физической культуры и спорта 5-й гимназии Черкеска Венера Баташева на протяжении 30 лет работает в сфере образования. За многолетний добросовестный труд и значительные заслуги ей присвоили звание почетный работник в сфере образования Российской Федерации. Я хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые удостоили меня этому званию. Я очень люблю детей и думаю, что педагог не может не любить детей. Желаю всем огромного счастья, здоровья, чтобы все в нашей жизни было хорошо. Еще раз спасибо большое за такую огромную, хорошую награду. Благородство учителей непременно отзывается в сердцах школьников. Учитель – это поддержка и опора для подрастающего поколения. Я сегодня хочу поздравить наших любимых, замечательных учителей с этим прекрасным праздником. Мы желаем вам ярких и замечательных дней, чтобы у вас были самые любимые ученики, чтобы вы жили долго и счастливо. В этот день учителя идут домой с букетами ярких цветов. Торжественное мероприятие завершилось добрыми словами поздравления и благодарностью педагогам. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил народ Адыгея с 32-летием со дня образования республики. Адыгея славится своими горными вершинами, ущельями, чистейшими реками и водопадами, богатой историей и культурой. Здесь живут гостеприимные и дружелюбные люди, верные своим обычаям и традициям. За годы своего существования республика добилась больших успехов в экономике, совершенствовании социальной сферы и сейчас продолжает активно развиваться. Карачаево-Черкесия гордится и искренне радуется успехам братского народа Адыгеи. Уверен, что наша дружба, проверенная временем, будет только крепнуть для дальнейшего процветания наших народов, говорится в поздравлении Рашида Тимрезова. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков, днем местами коротковременной дождь и гроза, ночью и утром туман, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 4,9, в горах минус 1, плюс 4, а днем 17, 22, выше нуля и местами до плюс 15. В Черкесии без существенных осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 7,9, а днем 20, 22 градусов тепла. Сегодня отмечается 105 лет со дня образования службы уголовного розыска в системе МВД России. В региональном МВД сегодня прошло торжественное мероприятие. Оперативников приветствовал в Рио министр внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике Владимир Нефедов. За высокие успехи в служебной деятельности и в связи с профессиональным праздником ряд сотрудников уголовного розыска и территориальных органов на районном уровне получили ведомственные награды, которые им вручил в Рио министр внутренних дел Владимир Нефедов. Личный состав подразделения уголовного розыска республики по своим высоким профессиональным и моральным качествам всегда действует адекватно обстановке ее изменениям, в состоянии противодействовать преступным проявлениям. «Опыт работы, накопленный за прошедшие годы, должен стать базой для дальнейшего совершенствования Управления уголовного розыска МВД по Карачаево-Черкесии. Выражаю глубокую уверенность в том, что вы и впредь будете с достоинством и честью исполнять свой служебный долг по защите законных прав и интересов жителей нашей республики», сказал, обращаясь к сотрудникам руководитель министерства. В Карачаево-Черкесии увековечили память заслуженного учителя России Магомета Байрамукова. В Черкесске на здании гимназии номер 17, которой он руководил на протяжении почти 30 лет, открыли мемориальную доску. Подробности у Али Баташева. Главный в школе – это не директор и даже не учитель, а обычный ученик. Любил говорить своим коллегам заслуженный учитель Российской Федерации Магомет Байрамуков. В 1987 году он принял школу-новостройку и руководил ей на протяжении почти 30 лет. С 1916 года гимназия номер 17 Черкеска входит в число 500 лучших школ России. В этом большая заслуга талантливого педагога и умелого руководителя, отмечали выступающие. Учитель русского языка и литературы Ирина Идеева считает Магомета Байрамукова своим наставником и примером настоящего учителя. Настоящий интеллигент, он учитель с большой буквы, он всегда спокойно, размеренно объяснял. За добросовестный труд и огромный вклад в развитие региональной системы образования Магомет Исаевич был награжден множеством наград и титулов. Это, конечно, и заслуженный учитель, и почетный работник, и отличник образования. Но самая главная награда, он был народным учителем. На мероприятии вспоминали педагога-новатора, первого директора школы номер 17. С 1987 по 2018 год отмечали его вклад в развитие подрастающего поколения Карачаева-Черкесии. Пусть идет моя земля, пусть сияет как заряд, Карачаева-Черкесия моя. Свидетельство об увековечивании памяти Магобеда Байрамукова Валерий Дедук вручил его сыну, Эльдару Байрамукову, который пошел по стопам отца и стал директором школы. Он был человеком образованным, он горел своей работой, был настоящим педагогом. Конечно, премьер отца на меня очень сильно повлиял, хотя, признаюсь честно, я никогда не планировал работать в школе. Это, скорее, случайное стечение обстоятельств. На сегодняшний день я уже в общей сложности 9 лет отработал в школе, и очень этому рад. После торжественной церемонии открытия мемориальной доски к ней возложили цветы. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаева-Черкесия. Сегодня все поздравляют с профессиональным праздником учителей. Помимо традиционных концертов, выставок, творческих работ и плакатов, студенты колледжа индустрии питания, туризма и сервиса Черкеска с большим интересом принимают участие в Дне самоуправления. Занятия проводились в соответствии с расписанием, установленным на этот день. Ребята тщательно подготовились к урокам по всем согласованным темам. Альбина Ламкова продолжит тему. Яркое начало рабочего дня без сомнений создает атмосферу праздника. Студенты колледжа индустрии питания, туризма и сервиса каждый год в День учителя подготавливают приятные сюрпризы. Хотелось бы выразить свою благодарность всем участникам, которые организовали этот замечательный праздник. Каждый год в нашем колледже проводятся вот такие прекрасные мероприятия, что дети нас встречают и мы получаем большое удовольствие. Уже стала доброй традицией в честь праздника отдавать борозды правления в руки юных лидеров, которые в свою очередь смогут проявить свои лучшие качества. В этом уверены педагоги. Этот день у нас в колледже празднуется каждый год по-разному. И в качестве советника-директора мы сегодня со Студкомом, я также принимала участие в организации данного мероприятия. Пусть небольшую часть внесла, но в основном работали дети над созданием сегодняшнего праздника. Это традиция у нас каждый год, но дети у нас настолько с бурной фантазией, что каждый год преподносят нам такой подарок незабываемый, и это каждый раз по-новому. Затем в кабинете директора колледжа индустрии, питания, туризма и сервиса Виктора Китаова состоялась передача полномочий самым активным студентам. В путь наставления от опытного руководителя. Я не сомневаюсь в том, что молодые люди, которые будут исполнять обязанности администрации, преподавателей, мастеров производственного обучения, полностью справятся со своими обязанностями. Если какие-то вопросы возникнут, все преподаватели во главе со мной будут рядом. Спасибо большое за длительность. После напутственных слов, не теряя времени, приступили к возложенным обязанностям. Вначале провели планерку, обсудив насущные вопросы ответственного дня. Марат Байрамкулов сегодня директор. Возложена на него роль руководителя не случайно. Он отличник учебы, ответственный студент. Переживаешь, волнуешься? Никаких переживаний особо нету. Это должен относиться к этому ответственно и подхожу так, как должен относиться. День самоуправления у вас совпал с днём учителя. Что ты можешь сказать о своих учителях? Учителя очень хорошие на самом деле. Никаких проблем в коммуникации с ними никаких нет. Хочу их поздравить с днём учителя вас и пожелать самое главное терпения. В этот день, по традиции, студенты провели уроки вместо своих учителей. Насколько качественно, добросовестно и ответственно они отнеслись к своим обязанностям, проверяли руководители-дублёры. Отсутствие 5. Положители отчет. Как проходят занятия в целом? Настроение у студентов хорошее. Им понравились молодые учителя. Ребята с удовольствием отвечали на вопросы старшекурсников, буквально вжившихся в роль педагога. Это очень ответственная работа для всех, мне кажется, потому что быть учителем – это непросто. Нужно соблюдать дисциплину, нужно объяснять темы детям, нужно их опрашивать, их исправлять постоянно, если какие-то ошибки. Дублёры предварительно подготовились к урокам по всем согласованным темам, в чём им, безусловно, помогли учителя. Многие пробовали себя впервые в роли преподавателя. Теперь ребята, заменявшие учителей, не понаслышке знают, как нелёгок труд учителя. В этот день завершился праздничным концертом. Студенты чествовали дорогих учителей и ветеранов педагогического труда. Альбина Ламкова, Лейбастанов, Вести Корчавыча, Кесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Доктор Краснов». Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!